Ну, во-первых, хочу сказать всем большое спасибо. Я готов аплодировать один лично, потому что в этом году у нас рекорд. Вы оставили больше 1316 ответов на нашу анкету. Я знаю, что она большая, что ее довольно муторно заполнять, но это правда очень полезная обратная связь для нас. Не все вопросы из этой анкеты я здесь озвучиваю, что кажется логичным. Многие вопросы мы обсуждаем внутри, в том числе, например, ваши оценки, которые вы даете нашей работе, которые вы даете работе партнерского отдела, техподдержки, маркетплейсу и так далее. Все это очень ценно и очень важно для нас. Поэтому еще раз вам большое спасибо. Ну и из того, собственно говоря, что я могу вам рассказать и что интересного нашел касательно рынка веб-разработки. Мне кажется, 1300 компаний – это довольно-таки показательный срез рынка веб-разработки. И традиционно из чего он состоит? Кто заполнял анкету, мы видим, что это, в общем, так же, как и наша партнерская сеть, большая часть бизнес-партнеры, 25% и 29% – золотые сертифицированные. Изменений практически здесь никаких нет. Ну и как бы большинство, подавляющее большинство партнеров, которые заполняют анкету, это уже довольно опытные партнеры, которые с нами давно работают. Традиционно по географии, ну, естественно, большая часть – это Москва и Центральный федеральный округ. Ну, постепенно догоняют и остальные округа. Ну и по странам также, видите, даже, как обычно, страны СНГ довольно активно участвуют в вопросах. Пусть там и немного партнеров, но мы эту информацию тоже довольно детально анализируем. Для нас это тоже важно. Давайте посмотрим о размерах компаний, о том вообще, какие изменения происходят в штате наших партнеров. Ну, мы видим, что произошло небольшое сокращение. У нас уменьшилось количество партнеров, работающих в сегменте 6 и до 20. Немножко подросли те, кто поменьше штатам. То есть, грубо говоря, мы видим небольшое сокращение. На самом деле, вот ровно год назад вы нам говорили, что практически у 25% штат уменьшился к этому времени. 66% смогли сохранить процентов в свой штат и 9% увеличили. Это летом. Летом сокращение штата, в общем-то, сильно сократилось, уменьшилось. И сейчас еще меньше. 13% в этот раз сказали, что штат уменьшился. То есть, грубо говоря, наверное, основные сокращения, которые произошли, произошли уже год назад. И сейчас в целом динамика стала лучше. Что происходит с нештатными сотрудниками? Да ничего практически не происходит. Принципиальных изменений нет везде. В рамках статистической погрешности изменения в рамках 1%. Напомню, что 22% у нас вообще не привлекают нештатников. Самая большая доля, больше половины привлекает от 1 до 3. Ну, в общем, что кажется естественным. Ну, что у нас с ростом продаж? Ну, мы с вами все довольно-таки хорошо оцениваем показатели роста. И, в общем, и Сергей об этом уже говорил, что с тем, с кем мы общаемся, довольно многие отмечают существенный хороший рост в деньгах по предыдущему году. Видите, 30 и более процентов, более 100 процентов, 10-30 процентов и так далее. Дальше. Это у нас прибыльность. Это как компания оценивает свою рентабельность в рубль, насколько доходно. Ну, здесь мы видим, что на самом деле происходят небольшие изменения. Там с января, например, очень сильно сократились те, кто считают свою прибыльность 50 и более. Но в целом изменений практически не произошло. Это, в общем, меня, по крайней мере, радует, что нет серьезных колебаний с точки зрения эффективности компаний, которые отвечают на наши вопросы. Кстати, напомню, вот эти значки, напоминающие какой-то напиток, говорят о том, какая часть партнеров вообще считает прибыльность. То есть, грубо говоря, вот эта аналитика собрана из 50% партнеров, из 50% анкет, что, в общем, наводит на размышления, что же остальные не считают своей эффективностью или просто не хотят делиться. Что вы прогнозировали и как вы, скажем так, какие у вас ожидания от роста на это были показатели летние? Да, мы видим, что 41% считал, что продажи вырастут незначительно, 19% считали, что продажи вырастут значительно. Ну, в общем, был довольно оптимистический прогноз. Всего лишь порядка 22-23% считали, что продажи не вырастут или значительно упадут. Вот. Сегодня эта история, в общем-то, чуть более оптимистична, вернее, наоборот, чуть более пессимистична, потому что на 6% снизилась и здесь, и на 6% снизилась и там. Почему-то картина ожиданий несколько более трагична, чем летом. Хотя мне кажется, что изменения, в общем-то, довольно-таки интересные. Так, что мешает развиваться? Ну, мы вас спрашивали о том, что, собственно говоря, ограничивает рост вашей компании. И вот эти показатели, наверное, каждый здесь может узнать себя. Довольно большая часть говорит о недостаточной квалификации сотрудников. Но мне кажется, что мы от компании 1S Bittrex стараемся сделать вообще максимум возможного для того, чтобы эту квалификацию повышать. Иван в своем докладе сегодня об этом еще поговорит. Недостаточная эффективность работы компании 14%. 14% осознают, что компания работает недостаточно эффективно, но хочет сказать, ну сделайте же уже что-нибудь. Сложность поиска новых сотрудников – это понятно. И вот 39% говорят о недостаточном спросе на услуги. Может, плохо ищете? Мне кажется, со спросом все хорошо у нас. Итак, количество проектов. Какое количество проектов выпускают компании? И как мы видим, вообще на самом деле идет хорошее смещение в сторону большего количества проектов. Идет снижение количества партнеров, которые отвечают от 1 до 10 проектов в год. Ну и, соответственно, те, кто сдают 10, 14, 15, 19 и больше, это количество партнеров растет. И по проектам у меня еще есть несколько интересных слайдов. Но вот эта динамика за несколько лет, за пару лет, которая показывает, какое количество проектов сдавали партнеры. И мы видим, что практически стабильно ведет себя сегмент вот этот зелененький-желтенький, от 15 до 40% в год. А остальные немножко имеют такие флуктуации. То есть те, кто делают то ли 4, то ли 10. Вот такая интересная картинка. Ну и типы проектов. Какие конкретно проекты вы делаете? И здесь практически ровный пирожок. Мы, в общем, подразделяем проекты на такие довольно-таки простые категории. Это там обычный сайт, лендинг или визитка. Это сложный какой-то корпоративный сайт. Простой магазин, сложный магазин. И некоторые уникальные проекты, их почему-то на 1% стало меньше. Но опять же, это скорее статистическая погрешность. И порядка 6% у нас занимает доля внедрения корпоративных порталов или битрикс24. По стоимости проектов. Наверное, самый интересный слайд во всей моей презентации. Сколько стоят интернет-проекты в зависимости от их типа в нашей партнерской сети? Это, конечно, средние показатели. Ну вот, например, сложные уникальные проекты 426 тысяч рублей. Сложный интернет-магазин 172 тысячи рублей в среднем по всей нашей партнерской сети. И по норма часа. Это вот такой пирожок. Сколько стоит норма час? Во сколько оценивает норма час наши коллеги? Ну, не знаю или не оцениваем, по-прежнему в районе 20%. Все остальные, слава богу, считают. Совсем небольшая доля, но она сильно выросла тех, кто считают выше 1500 рублей. Это я сейчас покажу на графике с динамикой. Вот такой график, который показывает динамику увеличения стоимости нормы часа. И здесь прекрасно видно, что вот этот сегмент очень здорово подрос. Буквально за прошедшие полгода. Но это в общем-то говорит о том, что вы послушали нас и сделали правильно. Немножко подняли свои цены для того, чтобы сохранять экономическую эффективность своей компании. Ну и вот еще вопрос, который я в прошлые разы не показывал, а в этот раз хочу отметить. О том, сколько часов тратит в среднем партнер на разработку того или иного проекта. Ну и здесь, конечно, сложный уникальный проект, который оценивают вполне адекватно, мне кажется. Порядка 539 часов. Сложный магазин порядка 250 часов. Простой магазин порядка 100 часов. Ну вот корпоративные сайты порядка 132 часов. На самом деле здесь можно посчитать математику. Оказывается, что не очень все правильно оценивают. Или, по крайней мере, есть суровый разрыв между количеством часов, затрачиваемых на проект, и стоимостью проекта. Ой-ой, проскочил. Да. Так вот. Дальше по зарплатам. Опять же, ожидания у нас здесь в принципе сохранились. Зарплаты потихонечку растут. Потихонечку нет резких скачков. Вот этот сегмент подрос на 2%. Это от 60 до 80 тысяч. Это мы сейчас говорим про зарплату менеджера. До 60 тысяч подскочил там на 3%. Ну и, конечно, сегменты, которые с более низкой зарплатой постепенно уменьшаются. Здесь в больших сегментах, в общем-то, изменений незаметно. Это зарплата менеджера, опять же, разделенная по федеральным округам. Ну, вы можете, да, смело фотографировать или потом посмотреть на эту презентацию детально и посмотреть, собственно говоря, как примерно распределяется заработная плата. Ну, конечно, в Москве платят побольше, в регионах чуть поменьше, что, в общем, кажется вполне естественно. По разработчикам. Напомню, что мы и разработчиков постараемся классифицировать на 3 категории. Младший разработчик, среднего уровня разработчик и разработчик высокого уровня. И, собственно говоря, шкалы этих зарплат. Ну, вот более 100 тысяч рублей здесь идет красненьким, получают вверху. Это у нас старший разработчик максимального уровня. И то же самое по федеральным округам. Это сколько у нас получает разработчик младшего уровня. Да, и здесь только в Москве, пожалуй, превышает порядка 80 тысяч рублей. Где-то доходит до этой зарплаты. Совсем чуть-чуть. Это разработчик среднего уровня. И здесь, в общем-то, уже появляется зарплата свыше 40 и так далее уже в регионах. Порядка 60 тысяч уже в регионах. Ну и, по нашему мнению, бивень в разработке, как мы видим, уже и в регионах может получать больше 100 тысяч рублей. В среднем по нашей партнерской сети вот такая картинка. Ну что же, на самом деле у меня по статистике на сегодня все. Если есть вопросики, давайте попробуем позадавать. Пожалуйста, вопросы. Ну и что же? Чуть побыстрее, коллеги. Понятно. Я так понимаю, что ничего неожиданно. О, Юля, пожалуйста. Нажмите на кнопочку. Раз. Держи. Здравствуйте. Юлия Бедросова, город Армавир. У меня возник вопрос еще на этапе заполнения анкеты. Вот выросли ли продажи или упали? Это нужно было считать по обороту в рублях или по обороту в покупательной способности рубля? Нет, конечно, все проще. Если выросло в рублях, скажем, на 30%, то это ведь на самом деле упало где-то процентов на 20? Не хочу никого обидеть. На самом деле мы стараемся очень просто делать опрос. То есть как можно проще. Проще всего указать просто рост выручки своей в рублях. В текущих рублях и текущих ценах. Без каких-то изменений. Потому что учитывать эти изменения можно по-разному. Учитывать официальную статистику, неофициальную статистику. Иначе у нас начнет разниться показатели в нашей аналитике. Продолжение следует...